Серафим Саровский Можете, пожалуйста, рассказать несколько фактов об этом месте? Да, в этих местах раньше жил в отшельничестве отец Серафим. Он молился в уединении, был отшельником. Но однажды в молитве к нему велась Богородица. И сказал, чтобы перестал он жить в отшельничестве, чтобы помогал людям, лечил и проповедовал. Возник этот храм, и отец Серафим, когда принимал людей, когда молился за них, он во время молитвы левитировал. Он этого факта сам не распространял, скрывал, старался, чтобы люди не завидовали, не обсуждали это. Но на самом деле были факты, когда он видел, что при молитве левитировал. Здесь много источников, где люди приезжают, набирают воду. В этих источниках вода при молитве, такое ощущение, как она заскипает, начинает бурлить. Источники до сих пор бьют здесь, люди приезжают, набирают воду, бьют эту воду, прикладывают к кранам. И она помогает и исцеляет. Ирина Казимировна, здравствуйте! Вы здесь уже не первый раз. Расскажите нам об этом месте. Здравствуйте! Действительно, я здесь уже не первый раз, раз третий или четвертый. Что хочется сказать об этом месте? Обитель была основана в 1797 году настоятельницей монахиней Александрой. И на то время она не насчитывала много, наверное, адептов, последователей. Их духовным руководителем был старец Пахомий. Но когда он умирал, он завещал эту обитель Серафиму Саровскому. Серафим Саровский исполнил желание старца Пахомия и действительно духовно окормлял эту обитель и пытался поддерживать монахинь, как только мог. Расскажите, пожалуйста, о Святой Канавке. Святая Канавка и по сей день собирает миллионы паломников каждый год. Как все началось? Началось все с того, что Серафиму Саровскому привиделось, что Пресвятая Богородица ночью прошла именно в этом месте. Он это запомнил. И посредством своих сил и сил монахинь они пытались создать эту Канавку своими собственными руками. Они трудились каждый день, они молились днем и вечером, они работали еще плюс физически. Ну и вот благодаря, наверное, их труду мы сейчас можем с вами оценить это даже вот в 21 веке. У Серафима Саровского было очень много предсказаний, и одно из них о Судном Дне. Именно на Святой Канавке люди найдут свое пристанище и спасение. И сейчас мы пройдем этот путь беной в километрах. Это действительно уникальное место. Сюда съезжаются миллионы половников со всего мира. Здесь ты получаешь заряд позитивной энергии. Мы советуем вам тут побывать. А с вами был Телемок ТВ. Всем пока! Субтитры подогнал «Симон»!